Мы пришли сюда благовестить о великой любви Божией, что Иисус Христос умер за грехи людей на кресте и в третий день воскрес, и дарует прощение всем, кто придет к Нему, чтобы не возвращались на прежний путь. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А есть ли я атеист? Ну что, такие есть атеисты, не безборщих атеистов. А вы мне можете переубедить, что есть Бог? А зачем вас переубеждать? Вы избрали этот путь с сатаною, там и будете сидеть в огне. Нет, 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 изначально меня христили. У меня есть крест, но я сомневаюсь, что есть Бог. Ну просто грехи затянули человека, засосало трясена и все, не ругайся только. Я вам говорю, как есть. Нет, я не ругаю. Потому что атео, атео значит против. Нельзя воевать против. Противоискупить. Христос искупил грехи наши и зовет к покаянию. Он умер за нас, он пролил за нас причистую кровь свою, о чем мы здесь и считаем. Атеист, что такое атеист? Означает против Бога воюет, а в Бога не верит. То есть против того, кого нету. Дурнее ничего нельзя придумать. Нет, ну это же не я придумал, а это придумали еще до меня. Да, давай, да. Дьявол давно был, он пал с неба. И он и научает людей. Это сатана научает. Есть сейчас фильм такой, коротенький, 12 минут. Называется «Интервью с дьяволом». Зарядите и посмотрите. Вы поймете. Иисус Христос умер за грехи людей. Я знаю, у вас другая книга есть. Вот такая вот. Там тоже говорится в вашей книге. Нельзя обижать людей. Старших надо уважать. Не ругаться. Не разводиться. Не наркоманом быть. У вас в книге написано, что будет рай и ад. Тоже упоминается. Очень строго там у вас написано. Никак попало. Ну, раз по-русски вам трудно говорить, тут не договориться нам. Ну, знаете, я верю, что Иисус был распятый. Прибили его, вот так он висел. Вот так Христос. А потом он три дня прошло, и он воскрес. И теперь мы верим, он умер за нас. Вот в чем дело. И где я сейчас? Барнаул. Алтайский край. Это твой дом, да? Да, это мой дом. Непростой дом, который я получил от мэра города за то, что я сидел когда-то, за слово Божие, в тюрьмах. За слово Божие. А когда реабилитирован, стал требовать и выиграл суд. А возвращать нечем. И тогда недвижимостью вот в центре города, тут ОП рядом. И мне отдали тут 13 соток и два дома в частную собственность. Удачи вам, удачи. Да, так. У нас много знакомых. Намордник снимите, и мы поговорим. Мы расскажем о Боге, о вечности. Смотрите. Хорошее лисо у вас, неиспорченное. Что так лежать? Сейчас. Слава Иисусу Христу, да. Да, слава Иисусу Христу. Мы, православные христиане, проповедуем о Христе, чтобы люди жили для Бога. Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес третий день. Создал церковь свою. И теперь мы ходим в православную церковь. Да. Вот. Если вам интересно будет, то у нас большой видеоканал есть, можете зайти. Самый большой в интернете. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Восвете Библии Игнатий Лапкин. Да, «Во свете Библии». 20 тысяч 434 ролика. А общий просмотр 46 миллионов. Восвете Библии Игнатий Лапкин. Я запомнил. Что-то руку-то повредил, наверное, упал? Да. Помоги тебе, Господи, чтобы правильно срослась и жил для Бога. Хорошо, когда с Богом живет молодой человек. У тебя семья будет нормальная. Ходи в храм, познакомься с батюшкой, на исповедь сходи. И все будет по-другому. Евангелие считай, молись, посты соблюдай. Тебя как звать-то? Марат. А, Марат. Это у нас такого имени нет. У вас какая книга? Наверное, у вас такая книга? Нет, я русский. Православный? Да, я русский. О, молодец какой. Ты избрал правильный путь. Ни в одной религии нет Спасителя. Только у нас Христос. Он умер за наши грехи. И Он всех призывает. Вот так у Него прибитые руки. Он как бы обнимает всех. Он воскрес в третий день по Писанию. По благодати мы спасаемся. Вот так. Если будет желание встретиться по скайпу, Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. У меня богатые ресурсы. Я могу тогда скинуть вам. Запомните. Игнатий Лапкин. Ну, с Богом пока, Марат. Храни тебя, Господь. И вас каждый. С кома нахожусь. У нас Святая Библия руководит нашей жизнью. И мы людям советуем обзавестись этим сокровищем. Поможет? Живой Бог отвечает на живую молитву живым людям. А какой живой Бог? Где Он живет? Живой. Он обитает всюду. Три места обитания. Три. Только три. Это где? Это на высоте небес. Исайя говорит, 57 глава, 17 стих. В святилище и с сокрушенным сердцем. Ясно. А ты грехи умеешь отпускать? Отпускать что? Давай молись. Потому что... Иисус Христос умер за грехи всех людей. Иисус Христос умер за грехи всех людей. Кольца есть. А это? Креста нету. Ну, нету. Значит, такой путь избрали. Что значит? Такой путь избрали для себя. Все пока тогда. Вы не знаете, как молиться? А вы по-простому обращайтесь к Богу. И скажи, Господи, я грешник. Прости меня, грешного. Прости. Я верю, что ты умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня ты искупил. Господь простит. И будешь жить новой жизнью. Пойди в храм Божий. Наиспать к священнику. Там тебе подскажут, как посты соблюдать. Как жить для Бога. Рожденный от Бога не грешит. И не может грешить. Ну, все пока. Давай, всего доброго. Здоровья. Вас как звать? Меня, Вася. Не понял. Вася? Вася, Вася. Это означает царь. Царь. Какой ты? Ты равный президенту. Царь. Живи для Бога. Да благословит тебя, Василий, Бог. Благодарствую. Мы пришли со Словом Божиим. Возвестить великую радостную весть, что Иисус Христос воскрес из мертвых, будучи распят за нас и дарует прощение даром, по благодати, не по делам закона. Если хочет человек думать, чтобы быть в раю, надо веровать и креститься. А кто не думает об этом, он пойдет сразу после смерти в ад, в огонь вечный с сатаною. А это правда то, что когда... Так вы далеко. Плохо слышно. Микрофон поближе. Это правда то, что когда человек погибает, его душа переселяется в другое тело? Ну, никогда она идет по мытарствам, и дальше Бог определяет. Не окончательно еще. А когда жизнь закончится на земле, вся земля сгорит, и дела на ней. И тогда архангел Михаил, тут трубы задзвучат. И все мертвые тела воскреснут на кладбище до одного. И будет страшный суд Божий. С большой буквы страшный суд. И там определится участь каждого, где кто будет. А мы спасаемся и не делами, а благодатью. То есть мы верим, что Иисус умер за наши грехи. Склонись и скажи, Господи, прости меня грешного. И Господь простит. Прими его в свое сердце, живи с Богом. Достань Евангелие, считай. У тебя совершенно другая будет жизнь для Бога. Потому что в этом мире всюду опасно. Везде тебя подстерегают. Подстерегают не просто несчастье, а смерть. А с Богом ты не одинок. Утром выходишь, перекрестись и скажи, отрекаясь сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его, и иди. Перед тобой путь открыт. Никому в дом не заходи никогда, чтоб тебя не украли. Каждый день в стране 300 человек теряется. Каждый день. Людей перевозят в другую страну. Там легкие, печень, сердце. На продажу. Научились ухлевать. Береги себя. Тебя как звать? Тебя как звать-то? Илья. Илья? Ух, Илья. Ты знаешь, как переводится на русский язык? Бог моя крепость. Бог моя крепость. Илюшенька, дорогой ты мой. Тебе имя пророка дано. Береги себя, детка. Не кури, не пей, не матерись. Да. Илья, Бог моя крепость. Для тебя Бог крепость. Это один из самых великих пророков. Вот если ты зарядишь, зайдешь в гугл, и там пророк Илья, заряди. И сразу этот, где он был, Илья, как он жил, и походят, гиды рассказывают. Гора кормил. Ничего не слышно. Можно еще спросить? Да. Как с русского переводится Кирилл? Значит, вы мне сказали Илья, Бог моя крепость, а Кирилл как переводится? Не знаете? Исайя? Или как? Кирилл. Какое второе слово сказал? Кирилл. Что имя? Дима Дмитрий? Кирилл. Не могу никак ухватить. Плохо вообще. Я вам сказал, мое имя Илья, вы мне спросили, как переводится оно на русский. Вот вы мне сказали, а знаете, как переводится имя Кирилл? Вот не могу это имя поймать какое-то, Иеремей или что-то такое. Кирилл. Кирилл. Игорь? Кирилл. Кирилл? Да, да. Солнце, это персидское имя, солнце, солнце над головой. Он должен жить, как солнышко, светлый такой, никакие злые дела, чтобы не были. Оправдай свое имя. Кирилл, это солнце. Радость, тепло с ним. До свидания. До свидания. У нас в большой ютубе канал есть, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Самый большой во всем интернете. 20 тысяч 430 роликов. И общий просмотр 46 миллионов. Вот можешь зайти, зайти можешь, во свете Библии, Игнатий Лапкин называется, канал. Заходи во свете Библии, Игнатий Лапкин. С Богом, Илюша. Очень важное дело сделать, сообщить людям о радости, которые Господь сообщает через эту книгу для нас. Что Иисус умер, и на третий день воскрес, умер за наши грехи и для нашего оправдания. Опуститесь пониже, чтобы видно было. Я вам многое расскажу и покажу на наши ресурсы, которым нет равных в интернете. Я и так вас прекрасно слышу. То есть вы не хотите быть, чтобы видно одинаково были, как я перед вами? Нет. Жалко, конечно. Вы многое теряете. Даже очень многое. У нас канал, равных которым в интернете нету. Как канал называется? Во свете Библии, Игнатий Лапкин. 20 тысяч 434 ролика наших. А как еще начинается? Во свете Библии, ну свет падает от нее. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. 40 тысяч подписчиков. Вы там, да там это, просмотров общие, 46 миллионов. Там все, мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Нет ни абортов, ни разводов. А одна деревня пока на вселенной такая. С нуля начали, получили землю. Своими силами школу построили. Храм, дороги ремонтируем. Не просим ни у Путина, ни у кого. Потому что у них свои дела там есть. Ну это замечательно, на самом деле. Это очень хорошо. Да. И вот у меня там, если зайдете, сайт, сайт называется. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, сайт. Ему тоже равных нет. Там 50 книг моим голосом начитаны. И 43 моих тома книги. Я много вел занятия в пяти университетах по 17 лет. 13 школ, 7 отделов милиции. И все это выступления и вопросы. Я отвечаю на 4124 вопроса. Вам будет очень интересно это. Сайт называется. Через Google зайти.